здравствуйте с вами андрей да это гта 5 игра которую видели все которую знаю все в общем Ну, наверное, самая раскрученная игра всех времен и народов. Играю я, в первую очередь, в нее для себя. Я уж не знаю, кто ее будет смотреть на моем канале, потому что прохождений на ютубе безумное количество. Просто это совершенно запредельное. Поэтому, что я могу сказать? Во-первых, как вы видите, играю я практически на минимальных настройках. Вот, поэтому здесь будут угловатые тени. У меня еще периодически багует запись, поэтому иногда могут быть склейки небольшие. Но это, знаете, я играю, в первую очередь, здесь для себя. Поэтому, раз решил, раз уж играю, почему бы не сделать это могу. Ну что ж, наша банда из трех человек. Ну, правда, на самом деле из четырех, но кто четвертый, я так и не понял. О нем потом не упоминают, его сейчас замочат. Да, я буду спойлерить. Ну, я на самом деле постараюсь сильно не спойлерить, но... Возможно, потому что я прохождение игры видел. Правда, на консолях, соответственно, без дополнительного контента, все возможно. Так, окей. Если честно, не очень удобно здесь. Знаете, кстати, я должен сказать, что я уже нашел в игре аж два недостатка, да, в GTA 5 недостатки есть. На мой взгляд, а именно связаны они с интерфейсом, наверное. Я уж не знаю, перерабатывали ли его по сравнению с консолями. Как-то вот я этого, на самом деле, не вижу, если перерабатывали. Просто все дело в том, что, во-первых, нет нормального главного меню, поэтому сразу у нас игра начинается с экшона, да. Вот, а во-вторых, то, что подсказки с управлением, если честно, они вот написаны довольно-таки мелким шрифтом в углу экрана и не всегда понятно, там, особенно, когда, знаете, когда я там на мыши что-то показываю, абсолютно непонятно, что за кнопка мыши имеется в виду. Поэтому иногда я буду тупить, я сразу привык. Ну что, волки позорные уже приехали. Ребят, что у вас так много? Вам зарплату, что ли, подняли? Ничего не знаю, Нургалиев разрешил. Ну, наверное, уже никто не помнит мем про Нургалиева. Мне пофиг, если честно. Валим копов. Здесь, кстати, довольно удобная система прицеления. Вот, опять же, вот даже, знаете, в таких мелочах игра, конечно, очень продуманная. То есть, например, в Watch Dogs, который я играл в прошлом году, это был такой же, такая же жесть была, просто. Если хотите, посмотрите прохождение у меня на канале, но там, знаете, один сплошной бугурт, потому что, ну, честно, игра, она настолько дерьмовая. По сравнению с GTA V. Это, на мой взгляд, даже, удался больше, чем четвертый. Даже, это я рискнул заявить, потому что четвертым, конечно, было интересно, потому что он главный персонаж из Восточной Европы. Правда, некоторые почему-то считают, что он русский, хотя он серф, вообще, если что. Вот. Но, в остальном, четвертая часть мне, на самом деле, не так, чтобы уже очень сильно понравилась. Особенно мне не понравилась система, то, что там нужно постоянно кого-то куда-то возить. То есть, нету времени на Эксплоринг. Да, Эксплоринг там, вообще, лишен какого бы то ни было смысла. Вот. То есть, здесь же мы можем совершенно спокойно ездить, исследовать город. Можно найти что-то полезное. Даже просто на улице. Так, а куда нам надо-то? Не, они бегут вперед. Я просто... Помнишь, у них какой-то, типа, полуфургон? Ну, не полуфургон, пикап, окей. Вот. Так, где, 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 где? Так, минус еще. Ну, что ж, погнали? Да, ты, что ж, погнали? Да, ты, что ж, погнали? Ну, еще увидим этого персонажа во всей красе. Так, ну, этот спойлер можно сделать. Так, водителя убили. Я не знаю, что это за водитель, но он какой-то вообще левый. Общественная банда, этот, Майкл, который сейчас за рулем, Брэд, который блондин, Брэд, который с бородой. Ну, это я просто говорю для тех, кто вдруг не знает, кто не видел игру, хотя... Я не знаю, вообще такие люди есть в природе. Причем даже среди людей, которые не играют в игру компьютера. Ну, кстати, физика, машина, ну, вот, на порядок лучше, чем в том же Watch Dogs. Просто на порядок. Да, ну, обычно после таких столкновений остаются три трупа в машине, вместо пять человек. Что, типа Брэда, Брэда досрочно застрелили, что ли, нет? Черт, я опять спылилю. Хотя, какой уж тут спойлер. Как видите, я опередил события всего, буквально, да. Несколько секунд. Ну да, Брэд мог бы выкарабкаться, учитывая, что ему абсолютно нипочем ранение в глаз, там, в череп. Но, как говорится, мозг не задет. Ничего не знаю, но Галиев разрешил. Брэд, они еще обходить пытаются. Не, ну, в принципе, это нормально. Watch Dogs, они... Это было единственное, например, что менты вообще умели делать. Вообще противники. Здесь они хотя бы как-то перемещаются еще между укрытиями. А, бабулька, стой! Ну все, похоже, свалили. Михаил. 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 Он был не всегда хорошим мужем. Не всегда хорошим гражданом. Он не мог死 в смерти героя, но он был человек. Хм. 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 Не каждый день доводится присутствовать на собственных похоронах. Хм. Да. Соминается шикарная совершенно сцена из Call of Duty Advanced Warfare, когда там с помощью... там что-то кнопка Е... Почтить память. Просто прекрасно. Ой, ладно. Твой сын, Джеймс. Он хороший ребенок? Он хороший ребенок? Он хороший ребенок? Почему? Он помогает гражданам? Хм. Нет. Он сидит на своем дно весь день. Смокирует допу и жракирует. Он играет в этот игрок. Хм. Хм. И это наш стандарт для доброго. И это не то, что в этом стране скрыто. И что с тобой? И что с тобой? Что с тобой? Эй. Я не знаю, что у этого ребенка есть. После того, как я был в его возрасте, я уже был в пресене дважды. Я скрыл банки. Я скрыл банки. Я скрыл банки. Я скрыл банки. И ты считаешь их мастерами? После того, как у меня были возможности. И где эти возможности получили тебя, Майкл? Они получили меня прямо здесь. В конце дороги. С большим домом, с полезным ребенком. И я встал говорить с тобой, потому что никто еще не дает. О, я живу в мечтах, блядь. И этот мечт умер. Он умер. 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 И я все остался. Я думаю, что я просто сделал. Нет. Ну, все. Мне кажется, что ты уменьшаешься в игре? Я не знаю, что ты уменьшаешь. По всем рейтингам 18+. Я думаю... Я должен сказать тебе, что я уверен, что это не работает для меня. Ну, чувство оверхистики — это важная часть процесса. Убейте его! Что ты говоришь, доктор. Вот так даже на минимальных настройках Лос-Сантос выглядит весьма прилично. Опять же, игра вышла раньше, чем тот же Watch Dogs, но выглядит просто непорядок лучше. Ну, я имею в виду, она на консолях не будет. Я буду много сравнивать с Watch Dogs, потому что, честно говоря, от той игры осталась очень неприятная особняка. Я вообще не люблю игры Небесов. Ну, по крайней мере, вот эти вот, знаете, с механикой Ассасин Скрит. Очень я их не люблю, поэтому... Вы еще не раз о них услышите. Ферричный бомж. Я знаю, как ты чувствуешь. А вот и второй наш главный персонаж, помимо Майкла. Франклин. И тот, который... В синем. Ну, я не знаю даже, как этот цвет назвать. Синий, не синий. Который в желтых ботинках, короче. В желтых ботинках. Да. Хм. 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 Вообще, вот, кстати, разработчики игры, они, между прочим, провели большую работу, чтобы... Персонажи более-менее реалистично разговаривали, особенно вот эти вот... Уличные товарищи, да, всякие негры. То есть... Именно так, как реально говорят уличные. Ну, бандиты даже. То есть там чуть ли не с реальными бандитами. Консультация. Так, и первое, что я сделаю, ребят, это я уменьшу громкость музыки до нуля. Потому что, извините, будем ездить без радио. Ну, вы, наверное, знаете, потому что YouTube музыку, так сказать, видео с лицензированной музыкой он либо удаляет, либо там какие-то страйки. Опа. Кошка сидела на воздухе. Слушай, как ты упитанная. Это знаете мне, кого напоминает это? Кот из мультика. Нас и здесь неплохо кормят. Я думаю, погладить можно. Ну ладно. Мне больше нравится белая машина. Так, у меня сейчас тут в видео будет некоторое количество пролагов, которые я, наверное, вырежу. Прошу просить меня, если с пониманием меня иногда программа попадает. Стараюсь только проблему решить когда-нибудь или когда-нибудь. О, вроде сейчас отлагало. Ну, в принципе, на самом деле, кроме того, что я немного отстал от Ламара, ничего особенно мы не пропустили. Я просто осваиваюсь с управлением машиной. Тут еще спецскилл у Франклина на капслок. Откоренно говоря, не вполне удобно. Ну, как, это максимально удобно из того, что возможно, видимо. Просто в игре безумное количество. Безумное количество кнопок. Безумное количество функционала, поэтому... Стоять. Ну, вообще, на самом деле, если я правильно понимаю, то обогнать-то Ламара, в общем, нереально. Потому что он-то знает маршрут, а я нет. Вот еще вся проблема. На карте-то ничего не показывается. Ой, чёрт. Вот опять же, все повреждения машины. Там кровяка. Вообще, подлетим. Кровяка. Всё окей сделано. Не то, что в том же самом Watch Dogs. Там этого ничего нет. Я не говорю о том, что там мало функционала. Ну, просто сделать вот на уровне хотя бы того же GTA 4, где тоже почти все это было. Ладно. Не, надо, конечно, немного осваиваться с управлением. Ну, и плюс, опять, и в гонки я играю крайне редко. Так, да чёрт. Тут ещё, знаете, проблема, конечно, то, что нет русской озвучки и приходится одновременно читать субтитры. И вот это вот, конечно, не всегда хорошо. Просто реально, реально не успеваешь. Ну, можно сказать, практически одновременно. Какой-то, нига. Я оставил что-то в твоей руке. Ох, ты не уверен, что это дело работает, чувак? Ох, черт. Ох, черт. Один раз. Будь классный, миленький. У нас есть бумага. Что-то, что ты объяснишь эту штуку. Я вижу тебя в торговле. Объяснишь эту штуку мою руку. Ну, опять же, уход от полицейских здесь реализован на порядок грамотнее, чем в том же Watch Dogs. А, вот. То есть, если вас не видят, значит вас не видят. Не будет никаких непонятных кругов, в которых надо уходить. Хотя, конечно, я думаю, любой преступник желал бы иметь такой радар вовшебный, который указывает на местоположение полицейских машин. Так, ну и что? У меня еще, знаете, в чем проблема? У меня этот... Я не знаю, куда мне девать мой счетчик кадров. Потому что, в какой угол я его не поставлю, во всех углах экрана есть какая-то информация. То есть, в левом верхнем справки по управлению. В правом верхнем деньги и уровень розыска. Он сейчас у меня стоит в правом верхнем. В нижнем левом карта, в правом нижнем там переключаются персонажи. Ну, в общем, не знаю, если честно. Так, ну, как видите, от ментов уйти очень легко. По крайней мере, когда уровень розыска низкий. Так что... Никаких проблем. Опять же, может быть, всякие длительные поездки я, возможно, буду врезать. Потому что рассматривать смысла здесь особо ничего нет. Хотя, в принципе, и город достаточно красивый. А уж за городом есть вообще шикарный момент. Ну, мы еще на него насмотримся. Автосалон Симона. Ну, да, то есть... Ну, да, то есть... Вот обратите внимание, характерная черта американского общества... что черные имеют право называть друг друга ниггерами, а белые даже не могут произнести это слово, не обращаясь к ниггерам. Это отлично. На самом деле, не стоит забывать, что игра, в общем-то, сделана британцами, которые немножко стебут слегка американский образ жизни, а иногда и не слегка. Так, а тут можно любую машину забрать, интересно? Думаю, что просто так нельзя. Хотя, фиг знает. В принципе, у нас даже на заднем дворе стоит достаточно неплохие точилы, в честном случае, вот эта беленькая. Франклину надо будет какую-нибудь машину, вот скоростную, мне кажется, как его личную, сделать. Хотя, знаете, надо проверить будет, насколько здесь хорошо сохраняются транспортные средства, потому что в GTA 4 вроде как эту тему зрения, но, к сожалению, блин, зря я верю. Потому что мы-то нифига не работали. Вроде как то, что я видел, по-моему, здесь нормально сохраняются тачки. Ну, посмотрим, посмотрим. Такая тачка для него, по-моему, немножко тяжеловесная. Вот, хочу гоночную, а может даже мотоцикл, в принципе. Он у нас такой мега-водитель гоночный. Так что, скилл у него соответствующий. Так, игра. У меня, знаете, игра, кстати, не пролагивает, это пролагивает записи, к сожалению. Что-то, может быть, гоночный? као юток ассиева стопа пунктет брейсар на лои си паку и нега а а а в фарикмакерскую надо будет смотреть добавили там прическа то что в первой версии для ну то есть которая была на консолях там что-то было с прическами все печально там их было очень мало ну да надо будет сохраниться надо будет приодеться потому что желтые ботинки я понимаю что это нига стайл но как-то мне это больше напоминает какое вырвиглазное отражение однако вот отражение мы рассматривать не будем конечно жестко ладно че у нас еще есть в ванна да в ванне есть аптечка так ну наверно стоит прилечь и заселиться да 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 так че у нас есть в гардеробе такие одежды костюмы так костюмы это по-моему ну грубо говоря да это если я правильно понимаю это уже комбинация одежды нет предметов нет предметов спортивные очки темные очки а понятно да 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 просто надо тут интерфейская конечно вы знаете вот любую игру которые разрабатывали на консолях вот я надеюсь что gta 5 будет исключением то что когда ее портируют на пк почему-то все время лень перерабатывать интерфейс могли бы сделать что-то получше на мой взгляд ну нет совершенно консольный интерфейс со всеми вытекающими проблемами так ну вот так он выглядит в принципе нормально тупчу кеды не как санитарах подземелья у заключенных на желтые ботинки ну ладно ну потом еще надо будет чуть подкупить майка не мой не хочу так толстовки ладно короче говоря так будем ходить так вот нормально так взаимодействие gps метка ну я не знаю это меню взаимодействие я пробовал она хоть не очень удобная по моему так еще одна птичка здесь ну кей пойдем отсюда да 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 так и я думаю что франклин надо будет найти нормальную точку вот так маркет мой бой ликвиде дизаппич деталки и сайкин кивиды нори полиста айда объявляю на кирпичей ммм аэробатик а окей то есть тачку нас сохранила да ну окей хотя бы так давайте попробуем сейчас может быть найти франклину какую нибудь тачку получше а вы сейчас поездить по улицам и поискать что-нибудь такое в гоночной пригибаться это видимо чтобы меня не видели что ли те копы и допустим что-нибудь а а и и так вот это вот чё такое и по chevrolet corvette или что-то подобное так сейчас будет попробовать как она по скорости импунта феникс маску карта что-то не с управляемостью не очень здорово в общем фурчит она конечно прикольно но да что-то не скорость не управляемость меня не радует если честно и о так стоп может мотик угнать в принципе даже так стоит так попробуем мотик здесь конечно мотоцикл весьма удобный устойчивый я помню кстати я еще знаете ребят играл даже в первый гта играл в первый гта на пк и должен сказать что там конечно на мотоциклах ездить было невозможно о кстати слушайте нормально точило нормально точило ну-ка ребятки отдайте-ка мне мою точил стоять пошли вон так что ооо вот это норм окей у меня появился уровень розыска мне в общем кофе я бы мне такой тачки уходить от ментов просто даже при большом уровне розыска что у него зажигание такое так точка маршрута банкомат армянин вообще у меня такое знаете впечатление что вот этого ятарян или как его зовут босса франкера да озвучивал то же самый человек который озвучивает восточный фракции но два попавора и попавор отила точно такой же совершенно прекрасный акцент так ну не знаю я просто пытаюсь научиться пользоваться этим менюшкой но как-то не нравится мне эта штука так что удобнее через обычную карту все эти метки ставить мне так кажется хотя может быть просто не привык так давай съездим в дом поставим машину в гараж чтобы мы остались да моща моща хорошая машина ну не знаю тут конечно есть эксклюзивные машины которые вообще у них очень маленький шанс спауна насколько я знаю вот и которые бывают только в определенных районах там по-моему вайновиде что ли то есть типа какие-то специальные эксклюзивные машины кинозвезд но в том числе там есть какие-то очень крутые спортивные но в принципе вот это меня вполне устраивает по крайней мере пока просто как бы точил неплохо бы в общем прокачать кастомизировать сделать такую эксклюзивную вещь для себя как раз то чего мне не хватало когда анти когда играет какой-то другой так вот the fuck сушь ты чё ты чё рамсы попутал а прикольно походу рандом-энкаунтер такого я кстати не видел напали на меня ничего работали товарищи ну в принципе действительно франклин живет неблагополучном районе так что здесь не только он бандит но я думаю я думаю никто этого товарища не хватится так что пусть у нас будет труп в моем гараже я кстати не понял это был тоже мужик которого я сейчас вот шуганул случайно и он меня поджидал или как вообще как там это было все сделано вообще прикольно на самом деле прям из мыла гаража блин попытались меня украсть машину так смотрим машина сохранилась хранилась а труп исчез окей на самом деле адская машина которую пожирает людей вышли о такси уже задницу отъела продолжать что-то жрать завязывать пора бросай курицу совай на лыжи так ну что идем наверно по миссии симону ну мне тут зайдет попутно немножко разбираюсь как ставятся метки вспоминаю все момент которые я уже порядком забыл со времен ручь докс где были аналогичные вещи со времен тем более 4 гитая в который я играл уже не помню в каком году в 1940 не помню каком году ну ладно здесь благо до симона совсем близко что я не знаю кто же отмышки вы а мы мы Продолжение следует... Скажи мне, что ты хочешь, и я очень внимательно объясню, почему это не может быть. Просто гениальная фраза. Скажи мне, что ты хочешь, и я доступно объясню, почему это невозможно. Просто, знаете, это можно в цитатник на случай важных переговоров. Но если я сделал, то я хочу, чтобы он был просто как ты. Нак, нак, ниггер! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха! Уже. Уже. Уже заставили свой учитель месяц. Вы наобивай с меня, да? У нас двух, я ни угодно договорник. Черт. Вsterпу, все, после того, которое я покажи, что я оставлю... Погубити эту учитель месяц. Сбывайте руки на λέю... Ну, ты живешь на этом учитель месяц, когда гигантяжийся. Сбывайте время, я хочу. Но я не сгубля�ся. Я не понимаю, что это и. Ха! Ну да, у Франклина весьма специфический стиль мышления. Ну, сейчас поедем, поедем. Да, поедем, поедем. Да, поедем, поедем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так, давайте, наверное, сначала влево ДимаTorzok 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 ДимаTorzok